Здесь несколько составляющих. Первая составляющая. Практически все, кто сейчас пытается рассказать о том, какой Пригожин плохой, какой он ничтожный, какой Вагнер на самом деле оказывается не какая-то героическая воинская часть, миф о которой долгие годы на протяжении полтора года усиленно создавался. А сейчас оказывается, что это так себе, что они Бахмут брали очень долго и вообще ничего из себя не представляют. Эти люди все пытаются, во-первых, отмыть себя, потому что все эти полтора года они всячески создавали этот мир. Тот же самый Соловьев, который был, что называется, вообще вплотную сфотографировался и выступал с рекламными роликами ЧВК Вагнера, обняв в обнимку, буквально в обнимку с Пригожиным, сейчас всячески старается рассказывать, какой Пригожин чмо позорное и так далее. Значит, Киселев тоже самое, там Миронов, который целовал эту кувалгу, значит, и хранил ее как реликвию, сейчас рассказывает, какой Пригожин. Ну, в общем, короче, все пытаются, во-первых, отмыться от Пригожина, отскрестись от его запаха и пытаются, так сказать, дистанцироваться, ну, что называется, потому что это, в общем, сейчас уже небезопасно. Безопасно. Причастны к Пригожину, заляпаны Пригожину, замазаны Пригожину были практически все. То есть, все участвовали в этой компании. Второе, это пытаются, ну, в целом, как-то надо же, надо же, так сказать, объяснить вообще, что произошло, что это никакой не герой, что это никакая, никакая там политика. Все говорят о том, что это все про деньги, что Пригожин просто очень жадный человек, все трясут этими полутора триллионами рублей, которые, как выяснилось, стоила вот любовь Путина к Пригожину. Не замечая, что на самом деле они просто дают на себя компромат. Любой расследователь мечтал бы о том, чтобы получить такой компромат в руки, который сейчас просто открыто сливают, то есть ни с того, ни с сего, какой-то непонятной конторе, которая почему-то называется частная военная компания. Почему какая она частная, если она из бюджета получает полтора триллиона рублей. Вот, совершенно несусветная сумма. Это любая статья российского бюджета, полтора триллиона, это заметная сумма. А здесь это какой-то частной военной, частной компании дается, непонятно зачем. Ну, вот это все сейчас делается для того, чтобы изменить, ну, что называется, на наших глазах меняется не история даже, а современность. То есть говорят, что это все, всего этого не было, что на самом деле, так сказать, все были герои, герои-летчики, которые погибли, герои-российские военнослужащие, которые палец о палец не ударили для того, чтобы предотвратить этот мятеж, а более того, в общем, его сочувствовали. Герои-фсбшники, которые на самом деле прощелкали, проспали весь этот мятеж. Герои оказались сотрудники Росгвардии, которые тоже, так сказать, с места не сдвинулись для того, чтобы противостоять Пригожину. Ну, и, естественно, герои-это кадыровцы, которые у нас даже такой глагол сейчас, термин возник, кадырить. Это значит, так быстро бежать, чтобы не успеть. Вот герои-кадыровцы эти, значит, героические тиктокеры, которые стремительно бросились на Ростов из Таганрога, но со скоростью примерно несколько метров в час для того, чтобы, не дай бог, не успеть и не встретиться с вагнеровцами. То есть, все они сейчас вот себя бьют в грудь пяткой и говорят о том, какие они героические. Ну, вот, в основном аудитория всех этих, всей этой похвальбы, это один человек. Они стараются себя оправдать перед Путиным. Ну, заодно, если получится кому-то еще что-то объяснить. Хотя, в общем, на самом деле, ситуация, конечно, вот в общественном мнении сейчас царит такая растерянность, хаос, потому что никто не понимает, что произошло. Вот. Но, в конце концов, поскольку в основном у россиян доминирует апатия ко всем событиям, ну, идет и идет. Ну, так, значит, так. Вчера Путин был, завтра Пригожин придет, поддержим Пригожина. То есть, на самом деле, все равно. Это, кстати, показали это событие. Вот. Так что, вот, такая история. В общественном мнении, конечно, ну, поскольку Пригожин потерял свою медиаимперию, поэтому потерял он ее основательно и окончательно. Более того, часть его троллей с фабрики троллей уже в момент мятежа поняли быстро, чем все закончится, и стали мочить самого Пригожина, своего собственного хозяина. Ну, а сейчас уже понятно, что вот это тот актив, который Пригожин потерял окончательно и бесповоротно. Поэтому ему особенно-то и противостоять вот этой информационной кампании, которая против него развязана, нечем. Сегодня Маргарита Симоньян написала о том, что, значит, она обращалась, видимо, к своим там подчиненным коллегам, говорит, ну, смотрите, если там в его медиаимперии были хорошие специалисты, давайте забирайте их к себе. Думаю, ну, в принципе, так же. Своё оно обязательно притягивается. Но при этом, Игорь, я понимаю, мы очень много говорили о том, что, скорее всего, у многих потребителей российской пропаганды не существует такого понятия, как критическое мышление. Но, с другой стороны, значит, несколько фактов. Деньги, которые вы упомянули, то есть колоссальные суммы, которые вливались в частную военную кампанию. И было бы логично спросить, а какая монетизация? Вот вы вложили рубль, а что вы за этот рубль вытянули? Ну, там логично было бы когда-то сказать, что это там Бахмут, например, или Солидар. Но сегодня сложилась такая, там, следующая ситуация в российской пропаганде. Первый канал, который рассказывал, и не только они, что Бахмут – это второй Сталинград по масштабу, да, то есть это колоссальное достижение. Сегодня они говорят, что Бахмут – это не такой уж и важный город. В нём нет никакой стратегии и так далее. И тут снова возникает вопрос, ну, окей, если ты полностью лоялен к российской власти и доверяешь пропагандистам, то неужели у тебя хотя бы какой-то червячок сомнения не должен появиться? Почему вчера Бахмут, на который потратен триллион рублей, был гиперважный, а сегодня мы отступаем? А что тогда частная военная кампания Вагнера принесла Российской Федерации? Ну, опять-таки, вот весь этот процесс в художественной форме неплохо описал Оруэлл. Когда вчера говорили одно, сегодня другое, ну и как бы приказано забыть. То есть расчёт на то, что у людей выработалась в какой-то степени искусственно такая память, как у рыбы гуппи, когда вот через пять минут они забывают то, что происходит. Кстати, у рыбы гуппи всё-таки память есть, как выяснили экспериментаторы, биологи. Вот, но в данном случае речь идёт именно о том, что вот, ну, всё, значит, вчера... Ну, как в сталинское время, я застал ещё, у меня сохранялись одно время мамины учебники истории, где были, значит, чернилами замазаны или вырваны страницами страницы с какими-то фотографиями героев Гражданской войны, значит, с фотографиями Троцкого. Вот сегодня Троцкий герой, создатель Красной Армии, главный, так сказать, победитель, главный герой Гражданской войны, а сегодня он уже предатель. Ну, то же самое со всеми остальными, значит, с Ленинской гвардией. То есть, вчера его превозносили, завтра уже он предатель. То есть, это как-то вот мгновенно происходит, и ничего страшного. Вчера Берия был, ну, самый верный сталинец, а сегодня уже английский шпион. И ничего, и как-то всё это воспринималось нормально. В общем-то, большая советская энциклопедия того выпуска, она вся постоянно, значит, состояла из каких-то сменных статей. Статьи изымались, то есть, всё. Причём, поскольку она продавалась, то, известно кому, то рассылались обязательства, что вот, пожалуйста, получите. Она по подписке распространялась, по подписке распространялись вклеены страницы, которые обязывались люди вклеить, сменить. То есть, вот эта статья, считающаяся, то есть, что-то считается небывшим. Вот, пожалуйста, сотрите это из памяти и вклейте нужную страницу. Ну, примерно на это рассчитано, вот, на повторение этого сталинского, или, точнее, Орловского времени рассчитана сегодняшняя российская пропаганда. Многое возвращается, хотя в большей степени уже как фарс. Не как трагедия, а как фарс. Ну, тогда я бы сказала, что вот сегодня, анализируя как раз множество различных российских пропагандистских ток-шоу, мне показалось, что это можно воспринимать как некую репетицию. Мы всегда и до этого знали, что в случае чего российская пропаганда сможет объяснить абсолютно все. Ну, вот как Бахмут, да, эта тема только начинает раскручиваться. И проигрыш войне, и отступление с любых украинских территорий, это все сможет объяснить, проигрыш Симонян, Киселев, Соловьев и так далее. Но ведь это может быть использовано, Игорь, в том числе и против российской власти. Но если сегодня затаптывается, затирается или чернилом, как вы говорите, закрашивается Евгений Пригожин, частная военная компания «Вагнер», то а где страховка от того, что завтра там не будет имя военного преступника Путина? Да, сегодня он на вершине пирамиды, сегодня он как будто бы руководит всеми этими процессами, но это как с частной военной компанией «Вагнер». Он же как бы их спонсировал, он давал им деньги, он с руки кормил, и, казалось бы, никогда на руку кормящего они не бросятся. Так вот, можно ли предположить, что в нужный момент, когда будет что-то меняться, когда, я даже не буду загадывать, как-то спекулировать на эту тему, но что весь этот аппарат, он точно так же будет брошен против Путина, но чтобы сказать, это был он, это его преступление, это его война, а мы на самом деле, ну что, мы были тоже в заложниках. Так они были готовы к этому. Обратите внимание, что та же самая Маргарита Симоняна все дни путча молчала. То есть, она проснулась только уже, когда все стало окончательно, когда уже пошли, там, первым выскочил Суровикин, доказывая, тоже пытаясь отмазаться от своей многолетней, в общем-то, дружбы с Пригожиным, и от того, что он был там почетным, имел, так сказать, значок почетного члена ЧВК «Вагнер», значит, первым выскочил с этим признанием, так сказать, с декларацией своей лояльности Путину и осуждением Пригожина, ну и все остальные. И вот только тогда Маргарита Симоняна открыла рот, прервала свое молчание, потом она объясняла, что она там была в круизе, так сказать, она была занята. Ну, это ерунда, конечно, полная, потому что, в общем, ну, любой человек, который имеет отношение к журналистике, прекрасно понимает, что никогда, ни при каких круизах, ну, там, при любой ситуации человек сохраняет контакты, и в случае вот такой вот экстра-новости, конечно, выходит в эфир, делает заявление. Вот, поэтому просто выжидали, и очень многие выжидали, очень многие думали, чья возьмет. Я вам, я гарантирую просто, что если бы, ну, понятно, что Пригожин, в принципе, не ставил своей задачей свергнуть Путина, это очевидно, но вот вдруг, если бы, например, он такую задачу перед собой ставил, если бы у него это получилось, то я на сто процентов гарантирую, что все вот эти вот Скобеевы, Маргарита Симоньян, Соловьевы с Киселевыми, они, вот, так сказать, выскочили на своей площадке и радостно начали водить хороводы и кричать, наконец-таки, ну, наконец-таки, мы столько терпели, столько терпели, столько боролись против этого, так сказать, Путина, негодяя, вот, ну, наконец-таки пришло освобождение. И вот, наконец, Россию возглавил настоящий человек, настоящий патриот России, Евгений Викторович Пригожин. Я абсолютно в этом убежден, вот, у меня просто никаких сомнений нет. Ну, кто-то, я не знаю, кто, может быть, там, парочка человек осталась бы, людей, которые сказали бы, нет, ну, что-то тут не так, вот, что-то неправильно, все-таки уголовник и так далее. Но я не думаю, что в публичном пространстве такие люди бы могли существовать. Там отбор идет именно по, вот, по признаку абсолютной рептильности, абсолютного холуйства. И все-таки, вот, тренировки по переобыванию в воздухе, они входят в профессиограмму, в профессиональную подготовку современных обитателей российского телевизора. Они, видимо, все-таки проходят такой тренинг, у них большой набор сменной обуви, и они устраивают, наверное, даже внутренние соревнования. Кто больше в одном прыжке переобуется в воздухе. Наверное, такое и есть. Правда, они закрыты, и туда билеты не продаются. А жаль, кстати. Как вы считаете, если глобально подбить итог многих-многих месяцев существования как в информационном пространстве, так и, конечно, на украинских фронтах, частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, сейчас вы уже вспомнили, что действительно и медиа империя его прикрывается, его бета-фермы распускаются. Сегодня мы увидели кадры, как с «Вагнер-центра» снимается вся эта надпись. То есть мы понимаем, что все, что можно было отобрать, сейчас у Пригожина отобрали, контракты с Минобороны и так далее. То есть какая-то эра, мы пока не понимаем, во что она будет трансформирована. Он сегодня вроде как и записал очередное голосовое свое сообщение и так далее. Но тем не менее, значит, он уходит, да, или его уходят, и «Вагнеры» уходят. А что вместе с собой они забирают? Это просто такая вспышка, которая ни на что глобально не влияет, но вот был и ушел. Или все-таки, да, это медийно, они подкармливали историю того, что происходит на фронтах. Все-таки, ну, с чем ассоциируется? Явно не с какими-то другими кадровыми российскими военными, вот так масштабно, что происходит на украинских фронтах. Все-таки в пиар, в медиа, на военкоров они тратились очень здорово. То есть мы даже это со стороны подмечаем. Но что они забирают с собой? Какие могут быть глобальные изменения? Ну, во-первых, все-таки ситуация, история с Пригожиным не закончилась. Сейчас уже развернуты палаточные лагеря для вагнеровцев в Белоруссии, и они рассчитаны, ну, примерно на две бригады. Вот. Другое дело, так сказать, эти бригады, ну, крайне маловероятно, что Путин, так сказать, отпустит там 8 тысяч вагнеровцев с полным снаряжением, с бронетехникой, с авиацией, с вертолетами, как это было во времена, так сказать, полновластия Пригожина. Этого точно не произойдет. Но, по крайней мере, где-то на 8 тысяч человек, в общем-то, рассчитано. То есть как раз на две бригады эти лагеря рассчитаны. И я думаю, что есть довольно большие шансы, что вот такое количество вагнеровцев, это костяк, это как раз те самые кадровые офицерские части, которые, так сказать, у Пригожина всегда составляли основу его, его вот этого бандформирования. Поэтому история с Пригожиным не закончена. Другое дело, что пока не очень понятно, а что они там будут делать и на что они там будут жить, потому что понятно, что вот те полтора триллиона рублей, которые потратил путинский режим на ЧВК вагнер, понятно, что даже десятой доли таких денег у Лукашенко, у Лукашенко, во-первых, нет, а во-вторых, он, конечно, не собирается сходить с ума и тратить такие безумные деньги на подобного рода игрушку. Не очень понятно, как это будет использоваться, но они там поселяются. Это важная история. Поэтому я думаю, что Пригожин, ну, не исключено, что он еще напомнит о себе. А учитывая то, что вероятность использования Пригожина против Украины сейчас, на мой взгляд, очень близка к нулю, потому что он же все-таки не сумасшедший, он понимает, что одно дело, когда он в составе 400-тысячной группировки оккупационной российской армии, имея 50-тысячную свою армию, он все-таки там мог добиваться каких-то успехов. Ну, а здесь в одиночку нападать на вооруженные силы Украины, имея там непонятные неполные две бригады, это, в общем, ну, это даже не самоубийство, это просто мгновенная смерть. Поэтому вряд ли. Поэтому, а учитывая то, что нападать на страны НАТО, которые граничат с Белоруссией, это тоже самоубийство, да и потом Лукашенко этого не позволит, впрочем, как и нападение на Украину, Лукашенко не позволит. Поэтому остается одно. Это принцип можем повторить. На Москву Пригожин уже ходил, вот, и дорожка ему известна, а с Белоруссией дорога более удобная, потому что там не таки, на которые остановился, перед которыми остановился, ну, не Пригожин, там Муткин возглавлял вот это вот ударное подразделение в составе двух бригад. Поэтому, в принципе, я думаю, что, ну, при каких-то обстоятельствах, не сейчас, конечно, но при каких-то обстоятельствах, вариант второго похода Пригожина на Москву не исключен. Другое дело, тут ведь вопрос в том, что Путин, это человек, который отличается своей мстительностью, и который старается все-таки не пропускать предательство, и предательство, как правило, он старается карать смертью. Это хорошо известно и на примере, там, Литвиненко, и на примере других людей, которых убили дистанционно. Но пока, вот, понятно, кто скорее, вот, так сказать, эпическая битва вот этого недоцаря с поваром или клоуном, или я не знаю, кто он сейчас уже, Пригожин, но, тем не менее, это битва, такая вот странная битва продолжается. И пока, ну, пожалуй, что первый раунд даже не могу сказать, что выигран Путиным. Пока там какая-то странная ничья, поэтому все впереди, как мне кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова